Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я вам хочу показать обработку партийной фотографии, которой результат будет, скажем так, вот такой. В течение получаса, ну, я планирую сделать из этой фотографии, сделать такой эффект. Здесь будем применять и частотное разложение, и доджбер, и трансформацию лица, структуризацию лица на ложение текстур, резкости, шумов и так далее. С помощью всех этих эффектов мы добьемся какой-то объемной, более-менее объемной картинки. Вот, и, скажем так, кожа будет не очень замылена, более все естественно будет. Вот, поэтому давайте приступим. Для начала сразу скажу, что должны быть настройки фотографий в 16 бит, если это в шбеке, так лучше в тифе обрабатывать. Вот, для начала вообще нужно понять, что мы хотим с проекретом сделать изначально. То есть для этого можно создать, ну, пустой слой и для себя какие-то моменты, скажем так, прорисовать. Вот, то есть там либо волосы немножко более, либо сгладить, либо объем какой-то там волосам передать. Вот, опять же, если есть какие-то волоски сильно выходящиеся и портящиеся картинку, то их тоже убрать, либо с лица какие-то вот такие моменты, мелкие волоски поубирать. Вот, потом с кожей, с кожей что? Ну, прыщики некоторые поубирать. Ну, тут прыщики самая, ну, такая мелкая проблема. Тут в основном именно разгладить, скажем так, лицо, убрать тенечки. Вот, немножко подправить носик, на мой взгляд, и вкус, скажем так. Вот, и шейку чуть позже сделать. Вот эта коррекция будет произведена. Вот, ну, в общем, такого плана. Удаляем этот слой. Вот, для начала я, допустим, хочу сделать ей структуризацию лица, форму лица немножко подправить, потому что потом, возможно, уже поздно будет. Вот, захожу в Liquify. Настройки кисти у меня вот такие. Ну, самые, по опыту, самые такие более-менее удачные. Вот, должно быть всё плавно, мягко делаться. Поэтому подправляю, на мой взгляд, и вкус, Юлечка. Делаю чуть-чуть худее. Но сильно, конечно, не стоит перебарщивать, следить за тем, чтобы остальные рядом совпадающие какие-то текстуры, либо волос, оставались на своём месте. Сильно до идеала прям я не хочу доводить с помощью пластики лицо. Потому что я-то сделаю ситотеневую коррекцию с помощью доджберла. Вот. И более естественно мне будет, скажем так, выглядеть тот эффект, который я хочу добиться от лица. Вот. Носик чуть-чуть ниже, опущу. Чуть-чуть подходим носик, меньше сделаем. Ещё можно заметить, что немножко ноздри разного размера. Желательно всё это сделать более гармонично и всё одинаково. Будет более красивей. Ну, в каждом предприятии, конечно, должна какая-то оставаться индивидуальность каждой девушки. То есть есть какие-то определённые шаблоны, стандартные, стандартные качества, скажем так. Или те, что людям нравятся всегда. Можно под них подгонять каждое лицо, но это будет слишком... Всегда всё одинаково и шаблонно. Поэтому стоит оставлять какие-то некоторые особенности каждого и каждой девушки. Вот. Чуть-чуть попухлее губки сделаю. Глазки чуть-чуть побольше, более выразительный взгляд получится. Можно брови делать с помощью мимики лица, скажем так. Пустили брови, будет какой-то хмурый взгляд. Там поднять брови. Точнее не здесь, а вот здесь будет какой-то более печальный взгляд. Но это нужно играться, думать. Сейчас я сильно не хочу. Капельку приподниму и брови, чтобы глазки визуально казались чуть-чуть больше. Посмотрим, что с волосами. Можем ли их как-то ещё объёмнее сделать. Сильно, в принципе, не стоит. Здесь у нас с волосы в состоянии покоя находятся. Поэтому никуда не денемся от того, что они просто вниз спущены. Вот так вот оставлю. Смотрим до и после. Если меня всё устраивает, то идём дальше. В принципе, да, мне всё устраивает. Копирую этот слой дважды. Точнее, нет. Сейчас пока не копирую. Сейчас пока создаю пустой слой. На нём уберу какие-то очень большие дефекты, которые потом частоткой, либо другими способами будет мне тяжело убрать. Поэтому сразу обычной лечащей кистью ничего страшного. Можно сильно не запариваться, аккуратно это делать. Если текстура где-то у нас замылиться, мы с помощью тестовки эту текстуру просто возьмём и восстановим. Теперь пересадим, скажем так, куда нам нужно. Всё будет отлично. Веснушки я оставлю. Возможно, даже усилю. Вот и девочки. Веснушки сейчас в моде. Ещё не уходят из моды. Поэтому круто. Такие моменты, я думаю, оставлю маленькую родинку. Не стоит её убирать. Допустим, вот эту, может быть, уберу. Вот так получается у меня. Мелкие точки чуть-чуть. Так, хорошо. На шею можно убрать. Какие-то складочки, некоторые многие забывают. Лицо обрабатывают, но руки и шею об этом забывают. И немножко их фотография получается немножко негармоничной. Всё чётко, всё замылено, всё гладко и классно. А руки, шея и так далее. Всё остаются немножко недоработанными. Поэтому за этим нужно следить. Так, отлично. Так, отлично. С этим справился. Вот, дублирую слой. Склеиваю слой. Тут удаляю, нам не нужен уже. Вот, копирую его дважды. Сейчас будем делать частотку. Объединяю группу Ctrl-G. Вот. Выключаю слой. Верхний, нижний. Размываю по гауссу. Смотреть так, что первое размытие должно быть убрать все мелкие дефекты, текстуру кожи. Может быть, меньше значения стоит сделать. Может быть, 5, 3. Нет, остановлюсь на этом значении. Верхний слой включаю. Введу изображение. Внешний канал. Слой. Слой здесь нужно выбрать, который нижний, ниже этого. Слой 3. Копия называется. Вот. И... Режим наложения должно быть вычитанием. Здесь параметры 2, 128. Все выключено здесь. Вот. Окей. Для этого слоя режим наложения линейный свет. Вот. Смотрим. Ничего не поменялось. Все отлично. Идем дальше. Я частотку делаю из четырех слоев. На мой взгляд, это самая качественная ретушь с помощью частотного разложения. Поэтому дальше еще раз нижний слой дублируем. Выключаем верхний. Переходим на нижний. Опять размытие по гауссу. Значение уже должно быть 10. В 2 раза больше. Включаю верхний слой. Перехожу на него. Опять внешний канал. Нижний слой. Здесь также все остается, если ничего вы не меняли. Окей. Опять режим наложения линейный свет. Отлично. Потом нижний слой опять копирую. Выключаю. Перехожу на нижний слой. Опять его размытие. Уже на 20 пикселей. Перехожу на верхний. Опять изображение. Внешний канал. Окей. Линейный свет. Включаю. Выключаю. Отлично. Все. Ничего не меняется. Вот. Потом там, где будем помазки протирать. В каждом из этих четырех слоев. Как мы видим, кожа где-то уже заполняется. Тени осветляются. Световые участки становятся менее объемными. То есть, немножко объем, конечно, убивается с частоткой. Но зато текстуру кожи мы можем отставить. И зато, самое главное, мы можем избавиться от каких-то проблемных участков в виде пятен. Таких-таких синяки под глазами. Вот. Хорошо. Включаем эти слои. Так. Чтобы убрать мелкие дефекты, я перехожу на второй слой. Вот. И обычным штампом жесткость, небольшая жесткость, очень большая. Радиус большой выбираем. Непрозрачность. Чем выше слой, тем должна быть непрозрачность выше. Чем ниже слой, большие пятна убираем, тем непрозрачность меньше убираем. Сейчас буду работать на втором слое. Здесь где-то 70 непрозрачность. Чтобы такого не было, здесь нужно выбрать активный слой. То есть, нельзя активный слой и ниже. Именно нажать, поставить галочку «Активный слой». Тогда все будет у вас работать. Если этого не сделаете, если будет стоять как по умолчанию галочка, здесь активный слой и ниже, то у вас будет какие-то вот такие вот эффекты. Поэтому ставим активный слой. Вот. И просто проходим кисточкой, мелкими нажатиями, там, где у нас пятна, и потихоньку уходят у нас. Это делать не обязательно аккуратно. Главное, близко к контурам не подходить. То есть, вот здесь вот желательно не делать на контурах, либо на губах. Если на губах, то очень маленькой кисточкой, радиусом нужно там проходить. О, вот. Продолжение следует... Причем данный протреб, но художественный, можно, скажем так, очень неаккуратно это все делать. Можно подмылить кожу, потому что потом с помощью текстур, скажем так, я могу восстановить эту кожу с помощью шумов, либо других методов. Поэтому можно сильно не заботиться о том, что мы немножко подмылим кожу. Главное добиться более, скажем так, гладкого, гладкой текстуры. И самое проблемное, на этом протрете у нас были синяки, поэтому мы в основном с ними работаем. Вот уже мы можем видеть какой-то эффект. Более мягкий протреб стал. Все эти мелкие поры, скажем так, стали более-менее гладкими. Ну, работаем дальше. Переходим на третий слой. Непрозрачно ставим где-то 40%. И дальше зарабатываем еще эти пятна, которые у нас видны, чтобы их не было видно. То есть это основа с синяки, скажем так. Я хочу получить какой-то мягенький протребтик, нежный. И поэтому нужно избавляться от всех пятен. Чтобы переходы от цвета теневого, от тени, свет и наоборот были очень плавными и мягенькими. И тогда мы добьемся того, чего хотим. Также не забываем про шею. Здесь тоже находится очень много дефектов. Грудь. На самом последнем слое, на самом размытое, здесь выбираем самые большие пятна. Только надо не забыть, чтобы непрозрачность была около 10%. Самая маленькая. Смотрим, что у нас получилось. До и после, до и после. Пятнышки большие ушли. Но текстура, как мы видим, также и осталась на месте. А сама кожа более гладенькая. Без всяких неровностей, скажем так. Особенно неприятных. Можно более грубо еще сделать. Последний слой можно с помощью плагина, про текстура и еще его размыть. Можно выкрутить настройки там более на максимум. Можно еще добавить слой с шумом сюда. Вон, шум у меня записан в экшен, поэтому с помощью одной клавиши просто нажимаю и шум у меня добавился. Как сделать шум, потом еще в конце покажу. Мы видим, как шум немножечко добавил какую-то текстуру. И эффект замыльности чуть-чуть уже ушел у нас. Единственное, этот шум нужно добавить туда, куда он нам нужен, а не на всю картинку. Поэтому мы инвертируем маску Ctrl-I с помощью кисточки. Непрозрачность там 40% примерно поставлю. И добавлю наш шум туда, куда я хочу. То есть, в принципе, практически везде налицо. Он такой мелкий, мелкий структурный шум. Потом в конце, в конце я добавлю еще один шум, но с более такой грубой текстурой. Чуть-чуть на шею шум. Все это можно неаккуратно делать, потому что все равно финальное тонирование, финальная текстура у нас будет общий, скажем так, общий шум. Поэтому можно особо не париться. Так, еще раз смотрим до и после. В принципе, меня устраивает результат. Больше я не хочу замылить, единственное, можно даже непрозрачность чуть-чуть убрать, 90% будет. Все. С частоткой, скажем так, я закончил. Дальше буду додж-бернуть. Вот. То есть, как мы видим на финальной фотографии, у меня светло-теневый рисунок немножко отличается. То есть, я затемнял те области, которые мне нужно, чтобы личико стало еще более миловидным, красивым и объемным. Додж-бернуть можно делать с помощью слоев с кривыми. Одна вниз кривая, другая вверх. Вот. И помазки, ну, протираем. Если мы хотим осветлить, то осветляю. Видим, да? Вот. Также, если я хочу затемнить, то участки затемняются. Недостаток этого способа, так как, чтобы затемнить и осветлить, нам каждый раз нужно вручную переходить с одного на другой. Ну, и плюс, очень сильно насыщенность меняется. То есть, когда мы затемняем, мы видим, как кожа, цвет кожи и розовей становится. Хотя, опять же, можно от этого избавиться. Либо поставить в режим наложения яркость, уже цвет не так будет плыть. Вот. Либо к этому слою применить цветовой тонна насыщенность с меньшей насыщенностью. И сделать применение этого слоя именно только к этому слою. Вот. И мы видим, что насыщенность уже не так сильно, опять же, появляется при затемнении. Вот. Сейчас я хочу поработать в другом режиме. Способ. Создаю слой. Заливаю этот слой Shift F5 50% серым. Вот. Ставлю его в мягкий свет. Можно его либо в мягкий свет, либо перекрытие поставить. Единственное, что в мягкий свет он более мягче эффект будет вложиться. Перекрытие, либо обрывай, уже чуть пожёстче становится. Ну, будем работать в мягком свете. Можно, если чёрная кисточка мы выбрали, то он будет затемнять. Если белая кисточка, то будет осветлять нужные нам области. Либо можно выбрать режим Dodge Tool, Dodge Burr. И опять же, инструментом осветитель, осветитель, так же осветлять наши области. Вот. Как мы видим, осветляются. Вот. Либо инструмент-затемнитель, он затемняет. Кому как удобно. Я буду осветитель этим инструментом сейчас пользоваться. Можно сразу скопировать слой. Этот слой со светлением затемнением. Так как я буду на одном слое работать с мелкими деталями, на другом слое буду работать с какими-то крупными объектами, с большими деталями. Окей, чтобы не запутывались. Сначала хочу на больших, прорисовать объём, допустим, непрозрачность 10%. Сначала хочу затемнить области. Подходим по бокам. Лицо, скажем так, чуть скулы. Затемняем. Это даёт эффект, скажем так, ещё более худенького яичка. То есть подбородочек чуть-чуть сужу с помощью затемнения. Объём на носике. По бокам носика чуть-чуть прохожусь затемнением под носиком. Чтобы он казался не таким, как трачить чуть-чуть вверх. Поэтому я чуть снизу добавляю тень. На складке чуть-чуть добавляю вниз верхнюю губу под низом тень. Делаю нижнюю губку тоже. Уголки глаз. У нас на этой фотосессии не было визажиста, поэтому особого макияжа тут нет. Беру осветитель. И осветляю какие-то тоже участки, которые, на мой взгляд, придадут объём. То есть если это глаза, века, осветляю глазки сами, зрачки. Нижнюю часть осветляю, потому что верхнюю мы будем затемнять. В общем, везде, где есть блики какие-то, их осветляю, чтобы глаза были более выразительными. Немножко синячки там глазами подосветлю. Сильно не надо увлекаться этим делом. Беру у вас затемнитель, носик, затемняю опять же там, где, на мой взгляд, нужно. Потом опять осветитель. Беру все эти мелкие блики, прорисовываю. Объём губкам, скажем так, передаю. Волосики где-то осветляю, где-то затемню потом. Немножко придать, скажем так, объём на волосах тоже нужно обязательно. Где затемнять, где осветлять, это приходит не сразу. Тут нельзя сказать, что по шаблонам нужно там затемнять, там где-то осветлять. То есть вам нужно, как художникам уже, понимать структуру лица, свет, тень, объём. Объём. Есть как передавать на картинке. Поэтому это всё приходит с опытом. Главное, там очень много работать, пытаться. RAW файлы можно без труда скачать на просторах интернета, если у вас нету своих каких-то работ, там качественных, скажем так, с которыми можно было бы работать. Поэтому на просторах интернета можно немало мути качественных исходников и с ними пытаться уже что-то сделать. Сейчас затемняю верхушки глаз, чтобы глазки более объёмными были. Допустим, сейчас уже можем видеть эффект до и после. Вот мне всё нравится. Единственное, здесь какие-то моменты хочу затемнить более аккуратно. Кожа была. Радужки глаз тоже. Это всё придаёт грозительность нашего взгляда модели. Можно реснички подзатемнять, скажем так, если они есть хотя бы. Есть, конечно, различные кисти, у которых есть ресницы, скажем так, накладные. Не знаю, сейчас найду-не найду, их очень много, кистей у меня. Но они все смотрятся, на мой взгляд, немножечко неестественно. Поэтому лучше это сделать до съёмки, либо с помощью макияжа. Хорошо усилить эффект ресниц, либо накладные ресницы приклеить. Будет натуральненько смотреться, если они хороши, конечно. Не хочу искать сейчас. Это долго. Но я часто применяю, просто усиливаю, которые есть уже реснички. Я просто их подрисовываю. Вот. И всё. Тонненькой кисточкой. Просто усиливаю. Вот. До и после смотрим. Идите на меня с губой, мне не нравится что-то тут я намудрим. Сейчас посмотрим. До и после. Вот. В принципе, мне уже не нравится результат. Отлично. Больше я не хочу. Иначе будет уже, скажем так, перепотошоп какой-то. Всё-таки у нас был использован один слой, и этого, в принципе, хватило. Поэтому предыдущий удаляем. Если мы хотим усилить эффект, то мы можем дублировать Ctrl-J этот слой. Можно бесконечно дублировать. Получится какой-нибудь там ужас, либо наоборот, что-то крутое получится у вас. Можно непрозрачный слой. Ну, это если вам не хватило того эффекта. Ну, мне вполне хватит и одного слоя. Всё удачно у меня получилось. Поэтому дальше мы можем перейти к коллажированию, накладыванию текстуры. Вот. И цветокоррекция. Вот. Итак, сейчас будет накладывание текстуры. Я выбираю... Ну, много текстур можно подобрать. Но к этому портрету я хочу тёпленькую текстурку наложить, и она очень легко ляжет, скажем так. И по цвету, и по свету, скажем так. После того, как мы перетаскиваем текстуру на фотографию, режим наложения для каждой текстуры, под каждую фотографию, ну, может быть, разный. Но самое удачное, это либо мягкий свет, либо перекрытие, либо экран. Ну, иногда какие-то ещё можно, скажем так, другие выбирать. Режимы наложения, играться с непрозрачностью, что-то протирать по маске и так далее. Вот. Ну, для этого портрета, в принципе, подойдёт мягкий свет. Вот. Как мы видим, на кожу, скажем так, пятнистость, скажем так, ну, текстура это и наша текстура. Особо не влияет. Вот. Единственное, по цвету, да? По цвету, ну, желтить слишком. Вот. И, ну, в любом случае, когда мы кидаем текстуру, мы, во-первых, чтобы добиться эффекта на натуральности какой-то, желательно её размыть. А можно её в нескольких способах кидать. Значит, одну размытую и несколько какую-то неразмытую, где-то по маске что-то протирать. Ну, в общем, это уже, как, в зависимости от ваших задач, скажем так. Я буду делать это где-то в два этапа. Сначала одну очень размытую текстуру положу. Сейчас вот буду выбирать радиус. Я думаю, 15 хватит. Отлично. Цвет заднего фона, ну, меня устраивает. Единственное, на девушке меня не очень устраивает. Поэтому я могу, корректирующий слой добавить, 100 тонн насыщенность, убрать насыщенность, применить к нашей текстуре. Немножко поменьше уберу. Отлично. А по маске, обычной кисточкой чёрненькой, я возвращу цвет нашего фона, более тёплые тона. Вот, отлично. Вот, единственное, внизу слишком жёстко у нас делегла текстура, я немножко помански уберу её с нашей девушки. Где-то по девушке тоже, по маске. Пройдусь на тех участках, где немножечко всё-таки жёстко легла наша текстура. Вот так. Отлично. Теперь скопирую... Нет, не скопирую. Просто сверху я кину ещё раз эту же самую текстуру. Сверху текстуру, чтобы, скажем так, на переднем плане какая-то некоторые жёсткие эти мелкие текстурки летали или ещё что-то такое, не знаю. Сейчас посмотрим. Эту текстуру нужно расстреливать. чтобы я мог скажем так светлее её сделать. Окей. Размываю её, но уже не так сильно. где-то она 5 пикселей. Отлично. Стоит он насыщенность. Насыщенность научными сильно убираю. Применяю к этому с зажатым альтом между этим слоёв, если вот так навести, и можно вот этот слой применить только к этому слою. я применяю. Отлично. Естественно, я передумал. Не хочу. Оставлю так, как было. Просто сверху наложу, наверное, и всё. Либо, может быть, другую текстуру сейчас поищу. пыли какой-нибудь. Текстура пыли. Посмотрим, как будет смотреться. Режим наложения экран, так как у нас текстура-то всё чёрная, и всё, что чёрное, в режиме экран не видно абсолютно. Чуть-чуть размою по гауссу. Три пикселя. Отлично. Создал корректирующий слой и повышение контраста и применил к этой текстуре нашей. Делаю маску и убираю там, где нам не нужно, чтобы в воздействии наша текстура было. Возможно, но... Продолжение следует... Прозрачность убираю, накладываю шум, создаю пустой слой, заливаю Shift-F5 серым слоем, мягкий свет, фильтр, шум, добавить шум. Где-то процента 4 монохромный ставлю, равномерное, либо по гауссу, как угодно. Главное на шум тоже немножечко размыть, чтобы он был не компьютерным, скажем так, а более-менее натуральным. Там 1 пиксель, либо 0.5, очень мало размываю. Вот смотрим на наш шум, на всю картинку его переменяю. Ну, отлично, он есть. Потом, может быть, на всю картинку какую-то... Общую, кривую, цветокоррекцию делаю. По цветам, не знаю. Можно, в принципе, как угодно эту фотку затонировать. В любом случае, будет очень классно смотреться. Но я хочу ставить в тёплых тонах. Единственное, красного немножечко уберу. Потому что, мне кажется, она краснит. Вот, поэтому вправо тяну ползунок в красном канале. Чуть саного добавляю. Чуть зелёного. Отлично. В чёрных, возможно, в чёрных что-то сделано. Может быть, нет. Синего. Нет. Ну, два процента, там, синего добавлю. Фиолетового. Отлично. Так, теперь усиление резкости. Делаю. Ctrl-Shift-Alt-E. Склеиваю все слои. Веду фильтр, другое. Стою контраст. Два пикселя у меня сюда стоит. И режим наложения перекрытия. Вот, и в итоге у нас получается вот такой эффект в силении резкости. Чтобы ещё сильнее резкость была, можно поставить линейный свет. Вот. Можно в два этапа. Для линейного света с непрозрачностью где-то процентов 70. Alt. Зажимаем под маску. И с жёсткой, такой резкостью, мы, скажем так, я часто делаю там глаза. одни выделяю носик губки где-то какие-то моменты на волосах может быть и участки кожи которые у нас были до этого за замыленными дублирую этот слой маску уже удаляю ставлю мягкий свет и резкость применяется ко всей картинке вот так вот оставляю еще раз смотрим до и после в принципе все классно мне нравится смотрим как я до этого картинку сделал немножечко отличаются конечно все равно одно и то же конечно не повторю как было но в любом случае мы добились эффекта кукольности и красивого прокрета отлично дальше